Сердце – один из самых важных органов человеческого организма. Оно беспрерывно прогоняет кровь через тело и обеспечивает питанием 75 триллионов клеток. О профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, что поможет избежать инсульта и когда обращаться к доктору. Поговорим с врачом-кардиологом медцентра компании «Алроса» Татьяной Владимировной Белых. Татьяна Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! В эфире интервью дня с вами Мария Урцева. Согласно мировой статистике, повышенное артериальное давление – у нас одна из причин инсульта. Можете рассказать, каковы причины артериальной гипертонии? Мы знаем, что артериальная гипертония – это широко распространенное в мире заболевание. В России гипертония страдает более 40% мужчин и женщин. И, конечно, самым грозным осложнением гипертонии является инсульт. Артериальная гипертония – это повышение верхнего артериального давления – 140 и более, и нижнего артериального давления – 90 и более. Различает первичную гипертонию в 90% случаев, причина ее неясна. И вторичная гипертония – это 10% случаев. То есть это то повышение давления, которое связано с какими-то либо заболеваниями. Это заболевания почек, надпочечников, эндокринной системы, либо же центральной нервной системы и другими заболеваниями. Ну, понятно, что давление, оно может скакать. А как распознать, что именно у вас уже не совсем все в норме с артериальным давлением? Частые симптомы – это головная боль, чаще всего в затылочной области. Это волнение, это плохой сон. При длительном повышении артериального давления появляются боли в сердце, перебои в работе сердца, одышка. При повышении артериального давления также могут появляться носовые кровотечения. И при появлении, если тем более носовые кровотечения неоднократны, то следует измерить артериальное давление и обратиться к врачу. Но мы должны еще помнить, что иногда повышенные цифры давления могут протекать бессимптомно. Поэтому рекомендуется 1 раз в 3 месяца измерять артериальное давление. А как правильно измерить себе артериальное давление? Артериальное давление измеряется, во-первых, необходимо отдохнуть 5 и более минут перед измерением давления. Манжету накладывают на обнаженное плечо в спокойной обстановке. Давление должно измеряться правильно, это 2 раза в день. Утром и вечером, в одно и то же время. Если давление должно измеряться не ранее, чем через 30 минут после физической нагрузки, после курения, после употребления чая или кофе, употребления пищи. Цифры артериального давления, которые пациент измерил, необходимо записывать в личный дневник. Для этого можно использовать обычную тетрадь. Для того, чтобы когда вы приходите к врачу, вы могли показать свои цифры, и врачу уже легче ориентироваться в этих цифрах, назначить вам адекватное лечение или откорректировать дозы. И для того, чтобы у вас постоянно под рукой, ситуации же разные бывают, человеку становится где-то плохо или что. Ему требуется дополнительное измерение артериального давления. Поэтому у пациентов, которые страдают гипертонией, необходимо, чтобы был тонометр, то есть аппарат для измерения давления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Какой тонометр лучше выбрать? Сейчас очень такой широкий выбор. Есть такие автоматические, есть еще такие, знаете, старинные, которые по пульсу измеряют. Но не все ими умеют, конечно, пользоваться. Самые точные, это считается обычным тонометром, которым мы пользуемся на приемах. Но для удобства есть автоматические тонометры, есть полуавтоматические. Лучше, чтобы манжета накладывалась на плечо, он более точный. А напульсники, которые накладываются на лучезапястный сустав, они также, то есть если это удобно пациенту, можно использовать его. То есть, но точнее, все-таки это полуавтомат или автомат, который манжета используется, накладывается на плечо пациенту. А еще вот говорят, что во время измерения артериального давления нельзя скрещивать руки и ноги, и вообще нельзя двигаться. Правда ли это? Да, это правда. То есть, необходимо расслабиться, сесть удобно на стуле, на кресле. Ноги должны быть не скрещены, потому что это может приводить к повышению артериального давления. Человек не должен разговаривать в этот период, и окружающая атмосфера должна быть комфортной. То есть, замечено, что при температуре ниже 21 градусов давление также может повышаться. Измеренное давление будет несколько повышенное. А есть ли какая-то профилактика артериальной гипертонии? Да, существуют так называемые немедикаментозные методы лечения. То есть, это изменение образа жизни. Для этого, какие сюда относятся немедикаментозные методы? Для этого надо нам снизить вес при избыточной массе тела, потому что снижение веса на 10 килограмм приводит к снижению артериального давления на 5-20 миллиметров. Необходимо правильно питаться. Питание должно быть дробным, 4 раза в сутки. Не наедаться на ужин. То есть, ужин должен быть за 2-3 часа до сна. Так как происходит перераспределение крови к органам пищеварения, у человека нарушается сон, могут быть плохие сновидения, а если не полноценный сон, все это также может приводить к повышению артериального давления. Рекомендуется достаточный прием овощей и фруктов. Вообще, 300-400 грамм в сутки. Рекомендуется заменить жирные сорта мяса на курицу. Но, опять же, у курицы и индюшки там надо снимать кожу, для того, чтобы холестерин, большое количество холестерина находится именно там. Прием рыбы должно быть, особенно желательно, это морская рыба. Сюда относятся, то есть, можно принимать красную рыбу, селедку. В наших регионах скумбрия, которая хорошо, которая содержит в себе омега-3 поленасыщенные жирные кислоты, которые также нам необходимы для того, чтобы снижать артериальное давление. Исключать также сладости, это потому что все приводит к излишнему весу. То есть, сладости, мороженое не рекомендуется, то есть, вот такие фрукты. Необходимо ограничить потребление соли. Мы знаем, что соль задерживает воду и таким образом повышается давление. По последним данным, рекомендуется в сутки употребление соли 2,5 грамма, то есть, это пол чайной ложки. Пищу желательно не досаливать. Мы знаем, что соли много, помимо, например, соленой рыбы, каких-то консервированных продуктов, соли много в колбасе, в сыре, в каких-то консервах, тушенке. То есть, на это мы тоже должны обращать внимание. Отказаться надо также от вредных привычек. Это от курения, от употребления алкоголя. Потому что курение вызывает спазм сосудов и приводит к повышению артериального давления. А алкоголь, он часто просто несовместим даже с теми лекарственными препаратами, которые мы принимаем. Поддерживать соответствующую физическую активность. Для этого у нас хорошо такие умеренные физические нагрузки, например, дозированная ходьба и плавание. По 30 минут 5 дней в неделю все это способствует снижению артериального давления. Бег не очень приветствуется. И не очень хорошо для давления это, например, занятие тяжелой атлетикой, занятие со штангой. Потому что подъем тяжести и перенос тяжести могут способствовать повышению артериального давления. Мы должны избегать стрессовых ситуаций, либо заниматься профилактикой. То есть настраивать себя на позитивное будущее и, конечно же, измерять артериальное давление. И при необходимости обращаться к врачу. Тяна Владимировна, а когда нужно обращаться к врачу-кардиологу? И если обращаться, нужно как-то к этому подготовиться, какие-то анализы сдать? Во-первых, если у пациента повышенные цифры давления, отмеченные при прохождении предсменного, предрейсового медосмотра, уже этого пациента, работника, отправляют на прием к терапевту. Терапевт решает вопрос о дальнейшем обследовании и направлении на консультацию к врачу-кардиологу. Если человек в домашних условиях измеряет артериальное давление, то здесь уже тоже необходимо определиться. Вообще у нас существуют высокие нормальные цифры давления. То есть мы знаем, что нормальное давление это 120 на 80, а есть еще высокие нормальные цифры давления. Это, например, 130-139 верхняя и 85-89 нижняя. То есть вроде бы это еще не гипертония, но уже и можно как расценить даже предгипертония. Здесь уже человек должен акцентировать внимание, что вот у меня вот такое давление все-таки появилось. Он должен обратиться к терапевту, чтобы все-таки вместе с терапевтом разобраться. Может быть, какие-то поменять условия своего образа жизни. Может быть, что-то искоренить, какие-то свои вредные привычки. И это все приведет к тому, что артериальное давление снизится и не перейдет в гипертонию. Если же, получается, вы заметили, что у вас несколько раз подряд отмечаются цифры давления 140 на 90 и более, это однозначно повод для обращения к врачу, чтобы уже врач вам посоветовал либо начинать лечение с немедикаментозных методов, либо же уже назначать лекарственный препарат. И уже врач направляет на какие-то анализы, на какие-то исследования. Да. И мы направляем уже пациента совместно с терапевтом уже на обследование. То есть мы делаем клинический минимум, это общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия. В биохимии мы обязательно смотрим липидограмму, то есть это холестерины. Обязательно мы смотрим креатинин, то есть это отвечает за функцию почек. Также обследуем сердце, почки, сосуды. Обследуем, ставим по необходимости, мониторируем за давлением, например, ставим аппарат, который измеряет за сутки артериальное давление, либо же ставим, например, аппарат, который измеряет, который обследует сердце в течение суток. То есть вот эти вот обследования мы проводим и выясняем, что дальше уже с пациентом делать, какие изменения произошли в организме или их еще нет, и можно что-то назначить для профилактики, и человеку станет лучше. То есть уже на основании всего этого мы решаем дальнейшее ведение, тактику ведения пациента. Тяна Владимировна, спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо. На этом интервью подошло к концу. Всего доброго. До свидания.